Приветствую вас! Вы слушаете историю из вселенной SCP. Сегодня я расскажу вам об объекте класса Евклид SCP-004. Объект состоит из старой деревянной амбарной двери и связки из 12 ржавых стальных ключей. Сама дверь представляет собой вход на заброшенную фабрику. Испытания этого объекта показали, что все ключи подходят к замку. На проверку свойств двери было выделено 12 испытуемых. Каждый из них использовал отдельный ключ, чтобы войти в дверь, однако выжило только двое. Открытие двери всеми ключами за исключением 7 и 12 привело к разрыванию испытуемого на части. Он почти полностью исчез из нашего мира. Из двух выживших испытуемых только один вернулся в нормальном состоянии. Другой же, зайдя в дверь, через некоторое время вернулся в состоянии шока. Он использовал седьмой ключ и сообщил, что был в большой комнате. Причем ее размеры были несопоставимы со зданием, в которое вела дверь. После выхода испытуемого SCP-004 был заблокирован, дверь осталась открытой. Следующие испытания показали, что размер комнаты не поддается измерению. Кроме того, дверная рама и зашедшие люди являются единственными объектами в комнате, которые можно хоть как-то увидеть. Судя по всему, объект генерирует пространственно-временные аномалии. Когда люди заходят в эту дверь, они сообщают о потере времени. Сотрудники лаборатории, которые были за дверью неделями, утверждают, что были там несколько дней, что доказывается их записями и количеством потребленных запасов. Кроме того, случай с отключением электроэнергии показал, что в месте нахождения этого объекта существует альтернативное измерение. Тестирование показало, что 10 ключей открывают вход в иное измерение, где законы физики разительно отличаются от привычных нам. Испытуемые, попавшие в эти опасные условия, были разорваны на части, которые оказались в разных местах. То есть в разных измерениях. Да еще и в разный момент времени. Все испытуемые, использовавшие 12 ключ, вернулись в состояние ужаса и не могли разговаривать. Из 16 испытуемых выжило лишь четверо. И только один из них, благодаря длительному курсу психотерапии, смог снова заговорить. Он рассказал, что видел огромное существо. Настолько большое, что оно простиралось за пределами взгляда. Также он упомянул, что внезапно узнал это существо и ему стало очень страшно. После этого у испытуемого появились большие проблемы с памятью. Во время другого испытания за дверью был найден интересный объект. Это был деревянный ящик, который можно было безопасно открыть седьмым ключом. После открытия ящика крышка сама собой откидывается. Объем внутреннего пространства ящика примерно в пять раз больше предполагаемого внешними размерами. Предметы, помещенные внутрь и остающиеся внутри, пока крышка открыта, не оказывают влияние на вес или какие-либо другие свойства ящика. Когда крышка закрывается и запирается, предметы внутри бесследно исчезают. То же самое касается и людей. И на этом история объекта завершается. Если вам было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Но не забывайте посмотреть и другие истории. С вами был Некрос, всем пока!